Следующие звуки, звуки Амма и Умма, тоже очень простые звуки, звуки для рук, что номера 13 и 14, что, что, я показываю звуки, пока не записываю ничего, я говорю, когда записываю. И звуки для рук от плеч и до кончиков пальчиков, то есть, что бы у нас там ни случилось, мы поем Амма или Умма. Звуки выглядят так. Мне часто спрашивают, а звук Аум и звук Умма не получается одинаково? Нет, не получается. Сейчас покажу, чтобы вы поняли. Ударения разные. Значит, давайте с вами запишем. Включайте диктофончики. Звуки Амма и Умма для правой и левой руки, соответственно. Когда поем кому-то, то руки кладем на предплечье и на плечо, когда кому-то поем. То есть, две руки кладутся на руку тому, кому мы поем. Если поем себе, никуда руки класть не нужно. Важный момент. Чаще всего рука не болит сама по себе. Чаще всего всяческие воспалительные процессы в суставах, в руке, они не просто боль. Начинаются тогда, когда у нас проблемы в грудном отделе позвоночника. Поэтому мы сначала проверяем второй, третий, четвертый позвонки. Ну, логично, да? Рука же отсюда растет. Здесь проверяем. Если нужно, поем САУ. Если нужно, поем А. И дальше проверяем мышцы, которые у нас находятся в области лопатки. Потому что, если здесь мышцы зажаты, то, соответственно, в руке тоже будет плохое кровообращение. Значит, если нужно, поем АООИ. Если нужно, поем БАКОТОПАКО. И потом поем звук для руки. Будьте здоровы. Поем АМА. И поем УММА. Почувствуйте сами. Крэдит. Крэдит.